АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Англичане подарили. Вот, чашка как чашка. А как подумаешь, что ей триста лет, так страшно пить. Ну, из неё. Да ты садись. Целиком и полностью с вами согласен, Михаил Сергеевич. Тут до тебя кармаль заходил. Целый час рассказывал, почему тебя нужно с должности снять и на каком суку повесить. Я так понимаю, что это не кармаль под меня копает, а кто-то другой? Возможно. Возможно. Михаил Сергеевич, пока кармаль ещё в Москве, дайте добро. Я положу перед ним заявление об отставке, он его подпишет. Я уже всё обдумал. Действовало исходя из того, что вы поддержали мой план нормализации политической ситуации в Афганистане и постепенный вывод войск. Доктор Наджибулла готов занять пост. Я с ним всё проговорил в деталях. Вот, ты говоришь, Наджибулла. А через неделю съезд в Политбюро. Буза начнётся? Что? Как? Почему без нас вывод войск? Как? После Нового года можем начать. За двенадцать месяцев всех выведем. Вот чашка, да? Вот триста лет и ничего. Человек семьдесят со скрипом. Ну, некоторые больше протягивают. Добро действовать. Решить идти? На Политбюро отобьёмся. Вот как так. Вот как так вообще? Элементарно, курсант. Я тебя потом научу. Главное не думать. Всё на рефлексе. Рефлексе? Рефлексе-то работал. Я ведь до этого стрелял-то только на полигонах. А тут раз и всё. Я даже подумать ни о чём не успел. Я убил. Стоять! Я убил. С боевым крещением. Я убил. Человека убил. Ну, да. Убил. Жизнь забрал. Понимаешь? Дал не я, а забрал я. У него, может, семья, дети. А я раз. И всё. Ну, и чё ты списал? Тебе духов жалко. Так вот, они бы тебя не пожалели. И из твоего Макарова сейчас бы наших парней стреляли. Без всякого зазрения от совести. Это война, старина. Внял? Тогда давай, Вим. И отставить уныние. Есть. Отставить. Ну, чё не так, Митька? Ну, что опять не слава богу-то, а? Митька? Да я с любимой… Чё с любимой? Плохо всё, товарищ капитан. Слышишь, Митя, ты забывай про это, товарищ капитан. Мишка я. Для друзей я просто Мишка. Если бы не ты, Дмитрий, я бы сейчас двухсотым к своей летел без джинсов и неделек. А вообще, ты тот ещё фрукт. И пастухом твоим быть, то ещё удовольствие. Если честно. Ты, кстати, знаешь, что тобой о КГБ интересуется? А чё им от меня надо? Говорят, что ты шпион ЦРУ. Это, конечно, чепуха какая-то. Зачем ЦРУ с курсантом связываться? Ты же даже не знаешь ничего. А ты откуда знаешь про КГБ, ЦРУ? А тут вербовать один пытался. Над тебя стучать. Ну, а ты чё? А я тебя сейчас этим гранёным стаканом между глаз засвечу, Дмитрий. Понял. Извини. Поехали. Чей это дом? Это там Исмаила. Исмаила два дома? Да, это дом его матери. Что происходит? Почему мы пугаемся каждого шума, меняем дома? Почему мы себя ведём, как какие-то шпионы? Мы журналисты. Работаем в горячих точках. В общем-то, это как шпионы. А ты чё хотела? Боже, я уехать хочу. Прямо сейчас. Почему? Здесь всё чужое. Я думала, здесь Митя мой. А он тоже изменился. Теперь тоже чужой. Я бы не узнаю. Ну, мы не можем так просто уехать. Оставайся. Я пойду в посольство, пускай перекидывают меня в Штаты. Если ты пойдёшь в посольство, тебя перекинут не в Штаты, а в СССР. А там разговор с тобой будет очень короткий. Ты о родителях подумала? Их, может быть, не вышлют обратно, но их жизнь определённо будет невыносимой. Я не знаю, что у меня делать. Поговори с ним. Последний раз. Что от этого изменится? Ты сможешь оправдать себя перед самой собой. Ты сможешь посмотреть в зеркало и сказать, что ты сделала всё. Абсолютно всё, чтобы спасти свою любовь. А этот русский дурак просто не понял своего счастья. Да, хорошо. Ну, попробуй поговорить с этим русским дураком ещё раз. Давай, сумку расшакула бы. Я горжусь тобой, сестрёнка. Слушай, а вот эта девушка твоя, ну, любимая, а какая? Самая лучшая, Мишка. Значит, помиришься. Мы с ней вообще друг друга не понимаем. Вот это плохо. Значит, другую найдёшь. Другой такой нет. Сложно всё у тебя. У меня отец лиссидент. Так, и? Их год назад из Союза в Штаты выслали. Она там, а я тут. Между нами океан. Думал, за год забуду. Не забывается. У меня тут всё рвётся. Болит. Я не знаю, что делать. Я с ней не могу и без неё не могу. Люблю её дуру. Так тебе повезло, Митя. Прям как в кино. У меня такая дружба была. Вот ты правильно сказал про океан. Да. Между нами тоже. Я здесь. А он для этих духов караваны с оружием возит. Прикинь. Мы их прямо в ущелье накрыли. Я когда его увидел, я аж присел. Рашид. Мы же с тобой вместе в Рязанке. В одной роте. Мы с тобой вместе по бабам, по дискачам. Мы всё вместе. А он, главное, понял, смотрит на меня такой. Если ты должен, то стреляй, пальцем в лоб себя тычет. Я его отпустил. Меня потом за это из армии на все четыре направления. А что мне было делать, Митяй? Как я мог его не отпустить? Он же мне как брат. Знаешь, что я ему сказал перед тем, как отпустить? Если еще раз встречу, убью. Вот так вот, Митька. Чего бы ты елку с тобой? Киш-мешовку. И что я только делаю? Из киш-миши. Наверное. Сержант. Говорят, что Кротов Миша, любит водку из киш-миши. Да. Ну, Мишка, я же пошутил. Держи, держи. Я же сказал, что я научу тебя. Вот сейчас и буду учить, пока мы с тобой не перепелись. Да, смотри. Ты встань, встань. Ты ж сидя рубить меня не будешь. Помни, ни о чем не думать. Все чисто на рефлексе. Три, четыре… Стоп. Секунду. А вот теперь давай. Бонзай. Товарищ капитан. Я обошелся дома, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Или не понимает, что от него хотят. А если не открывают? Интересно, что они тут не поделили-то, а? Пес его знает. Может, на других бандитов напоролись. Они между собой договориться не могут. Может, они в гости ушли? А может, хозяева здесь лежат? Так, давайте царандой вызывать. Может, они разговарят местных. Митя, контроль секта. Есть контроль. Чисто. За мной. Кстати, знаешь, почему земляк? Вспышка справа? Савельев, ты где шлялся, раздолбай? Я. Ты вообще в курсе, что писарь-финансист так в части не вернулся? А если он сбежал, нам что, новое дело заводить? А дезертирцы помимо кражи? И надо обыски проводить в его комнате. Я что, это один должен делать? Я готов. К чему? К провести операционную ситуацию. Ты что, пьян что ли, поросенок? Никак нет. Ёлки-палки. Так, Савельев, возвращаешься в Москву. Как в Москву? Немедленно. Товарищ. Я доложу начальству о твоем непристойном поведении. Пошел. В Москву. Спать. Товарищ майор, не согласен с тем… Боец. Капитана в модуль отсыпаться. Есть. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Товарищ капитан. Почему земля круглая знаешь? Потому что не квадратная. Молоток. Ох. А я-то боятся. Угу. Думаешь, он придет? Придет. Придет — не пущу. Озор какой! Ходит домой к незамужней женщине, как к жене. Мама, он меня любит. Он говорит, что увезет. Дарит мне подарки. Нашему сыну. Нашему сыну. Он как год назад уехал, так и не появлялся. И сыном не интересовался. Так он не знал о нем. А как только узнал, сразу же приехал. Благодетель. Спасибо ему. Мам, хватит уже. Ну, каждый день одно и то же. Вот раньше, когда был с нами отец, ты такой не была. Я уж точно это помню. Помнит она. Думаешь, я не хочу, чтоб ты была счастливой? Ну, а дочка. Это тебе. Это ж бабушкина. Прапрабабушкина. Это еще прапрадед сделан. Из афганских монет. Пусть оно принесет тебе счастье. Будешь счастлива ты, буду и я. Спасибо. Долго ходите? Хорошо, что вообще дошел. Да. А ваш товарищ нам уже все рассказал. Тогда разрешите идти? Да нет. Послушаем и вашу версию захватывающих событий. Обождите в соседней комнате и гоним проводи товарища. Пошли. Пошли. Как ты можешь перед ним есть? Он же на тебя смотрит. Так я ему и предлагал. Он не хочет. Бардак. Надо вообще твоему начальству сообщить, что ты над генсеком в ЦК шутки шутишь. Ты можешь не в курсе, капитан. В Союзе сейчас перестройка. Сейчас все можно. Так что никому твои рассказы не интересны. А вот про перестрелку вчерашнюю в городе я с удовольствием послушаю. Че слушать, мне нечего рассказывать. И че? А трех духов не ты положил? Трех? Да больше. Роту, может, вообще их не считал. Правильно. Автомат твой у нас на экспертизе. И мы к вечеру все будем знать. Отлично. Автомат – это оружие. Из него стреляют. Я, к примеру, курса натаскивал. На бутылках. Ну, что? Как у вас дела? Да вот. Сказки рассказывает. Сказки? Сказки – это хорошо. Сказки я люблю. Вот сейчас твой товарищ нам отличную историю рассказал. Про перестрелку в Кабуле. В деталях заслушаешься. А твой вариант? Рассказывай. Ладно, был я в городе. Зачем? Митька сбежал на рынок. Я за ним. Догнал, вернул в часть. Возвращались пешком. Тихо-тихо-тихо-тихо. А про Духов ты что, забыл? Ну, нарвались мы там на каких-то. Мы их отработали. Лучше бы они нас. Ну, а почему сразу не доложили? Мы поздно вернулись. После отбоя. Ну, и, товарищ полковник, ну, мы катили. Стресс как-никак. Ну, стрессы-то да. Но на рынке-то были? Да, на рынке были. Что купили? Я ничего не покупал. А Митька вам просто не успел. Я его тут же за шкербан и в часть. Да, это правильно. А чё он хотел-то? Да пёс его знает. Может, фруктов. Молодой, витаминоз. Все дела. А что в том районе делали? Мы вообще туда случайно забрели. Случайно? А может, вы встречались с кем-то? А с кем там встречаться-то? Жара всеместная по домам следит. Ты не встречался. Он. А ты просто присутствовал. Прикрывал. Да не, ну, с кем ему встречаться? Он шестой день в Кабуле. Он не знает никого. Нет. Не интересная сказка, Кротов. Твой товарищ лучше поёт. Пойду я его послушаю. А скажи-ка мне вот что, капитан. А что в Кабуле Савельев делает? Слушай, у них там какие-то свои прокурорские дела. Я в это не лезу. Это правильно. В прокурорские дела. Тебе лучше не лезть. Здоровее будешь. Ну, так чё, может я пойду? Иди, дорогой. Кто ж тебя держит-то? Приятного. Спасибо. Бардак. Ну, ну, ну. Продолжай. Как в городе оказался? Я же говорю, захотел купить фруктов. Убежал на рынок. Купил? Не купил. Меня перехватил Крутов. Где именно? Я не помню. Перекрёсток какой-то. Духов, кто убил? Ты или он? Это была самооборона. Я спросил, кто убил. Не помню. Первый раз в бою. С кем в городе встречался? Да ни с кем я не встречался. А какого ты в этот район попёрся? Рыном в другой стране. Это вы знаете. Я там первый раз. Все улицы одинаковые. Заблудился. Заблудился. Спасибо. Имя, фамилия, отчество. Дмитрий Савельев. Федорович. Попробуй. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Видишь, Митяй, как хорошо, что мы с тобой потрезвые об общей версии договорились. Я это пить больше не буду. Ага. А вот то, что пошумели в городе, это, конечно, зря. Вышел приказ по всем частям в Кабуле. Офицерам запрещено покидать свои расположения. Так что то, что ты свою любимую больше не увидишь, это, брат, одна беда. Вторая, если местные офицеры прознают про то, что это именно из-за тебя ни одной звезде за пределы КПП не выкатится. Будешь по части ходить, оглядываться. Как-то пофиг уже. Что-то ты, Митяй, слишком заматерел после первого боя. Ты гляди, тут одними выбитыми зубами можешь не обойтись. Не успеют. В смысле? Закончилась моя командировка. Каршев в Москву отправляет. За пьянку и аморальное поведение. Ладно, не ссы, прорвемся. Значит так, сейчас иди высыпайся. А то вид у тебя такой, будто на тебе духи месяц караваны возили. А с Карышевым я сам поговорю. И что ты ему скажешь? Орет, как бешеный. Скажу, что ты ни в чем не виноват. Скажу, что это я тебя напоил. Как-никак повод был. Сын родился. А у тебя что, сын родился? Митяй, иди проспейся. Мишка, ты просто… Ну, давай, 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 дуй, Ромео. Зря мы их отпустили. Надо было за жабры облёт. Нет за что, за жабры. Как бы еще награждать не пришлось. За что? За ликвидацию трех духов, например. Они находились вне расположения части. А если бы в плен попали? Ну, так и не попали же. А то, что вне расположения части… Вне расположения части. Имеет право. Офицеры. Магнанский час. Игонин, не зуди. Жора, я больше чем уверен, что не просто так они в этом районе заблудились. Савелий встречался со Связным, с Добровольской. А Кротов его прикрывал. Опять фантазий. Слушай, нам бы его отпечатки пальцев снять. Уже. Молодец. Может, уже район проверил? Проверил. Только сам знаешь, местные хрен что скажут. Скажи Бавру, пусть поставят посты по периметру из своих абреков. И пусть выдаст им рации. Через два квартала по окружности поставь наших. И как только какая-нибудь новая рожа появится, сразу мне докладывать. Есть. Я в машине. Толя. Не беги впереди паровоза. Тут такая каша заваривается. Ты себе представить не можешь. Не суетись. Поехали. О! Что, отоспался? Гроза кабула. Отстань, Кэп. И так тошно. Так. Ну, каких гадостей мне тебя опять ждать? Никаких. Витя, у тебя ж все наружу написано. Сам расскажешь? Или мне очки идти искать? Да все нормально, Кэп. Так. Человека убил. С любимой поругался. А так все хорошо. С любимой помиришься. Человека родишь. В чем проблема? Она с ума сходит. Ты ее не знаешь. Она может такие глупости наделать. Глупости? Я так понял, что ты решил наделать глупости вместе с ней. Она может из Кабулу уехать. Ты понимаешь? Понимаю. Да ничего ты не понимаешь. Ну, может с ней больше никогда не увидимся. Короче, она хочет, чтобы я с ней в Штаты. Ну, а ты че? А я не перебежчик, Каб. Я присягу давал. Это правильно. Да. Ну, вот она не слушает. Я не знаю. В Союз она не хочет возвращаться. Мишаня, может она меня вообще не любит, если такие условия стоят. Горячку ты не пари. Не любит. Девчонка из Штатов сюда воюющий Афган приперлась, чтоб тебя, дурака, увидеть. Не любит. Чтоб меня так кто-то не любил. Сука недельки. Че? А? Ничего. Ну и че ты решил? Да в том то и дело, что я не знаю. Я ж тебе говорю, он меня не слушает. Если не слушает Митяй, значит плохо слова искал. Тебе нужно еще раз с ней как-то увидеться и все на этот раз предметно обсудить. Как я отсюда выберусь? Карантин. Ну да, по-хорошему тебя, конечно, бы с Карышевым на поиски этого писаря беглого поехать. Да вот только он приведет тебя, только что не крестится. Скоро бегать от тебя начнет. Угу. В общем, есть у меня идейка одна. Да. Маш, я правда не знаю когда. Ну зачем ты так со мной? Ну я же не виноват, что у меня стажер, алкоголик и дебошир. Тут еще подозреваемый убежал. Ищу его по всему чертову Кабулу. Маш, ну какие женщины? Я на майне. Капитан, запросите выход в Кабул. Для оперативно-разысленных мероприятий. Есть. Два тридцать. Больно? Да. Странно. Да чего ж странного-то? Больный человек. Ну это и странно. Откройте рот. Язык не обложен. Ничего не понимаю. Доктор, ну чего ж непонятного-то? Страдает парнишка. У меня уже никаких причин для страданий. Доктор, можно вас? Доктор, вы знаете, чей-то сын? Генерал-лейтенанта Савельева. Вы готовы брать на себя ответственность, если с ним что-то случится? А вдруг у него какая-нибудь неизвестная науке бацилла? Мы с вами где? В Афганистане? Что мы здесь едим? Что пьем? Но ведь никаких симптомов нет. Держись, братан. Держись, Митяй! А что, если мы отвезем его в госпиталь, в Кабул? Да. Да, давайте. У них там лаборатория, оборудование, анализы сделаем. Нам только компалка сообщит, что парня нужно срочно госпитализировать. Вы сами не можете? Так я ж не врач, он мне не поверит. Ну да. Жди. Эй, ты актер, большой Хималовик. Давай, очухивайся, на тебя уже не смотрят никто. Да? Ага. Черт, когда мы приедем? Не извольте волноваться, больной, доедем как-нибудь. Че за… Че такое? Не знаю. Канистру тащи. Канистру тащи. Мишка. Ау. Ты мне зачем помогаешь? Потому что у тебя жизнь спас? Я перед твоим отцом из тебя отвечаю, Митяй. Понял? Катяц бы как раз такую поездку вряд ли одобрил. А мы ему не скажем ничего? Да не знаю я. Даже если я ее уговорю, у нас-то ей вряд ли обрадуются. Ух. Знаешь, что я тебе скажу, Митька, за свою любовь биться надо? Вот это я знаю на сто процентов. А если батя твой тебя любит по-настоящему, я думаю простит. Потому что поймет. Как мужик. Тем более сейчас с этим вроде попруще все. Круто. А ты что, ты любишь только думать? Ты что, правда думаешь, что я не человек, что ли? Да не, ну… Конечно, любил. Я жену свою люблю, Митя. И сына своего люблю. У меня же правда сын родился, прикинь. Так ты не шутил про сына. Поздравляю. Самое интересное, что он здесь, в Кабуле. Погоди, ну что, это местное, что ли? Она наполовину русская, здесь живет. Так что ты выкручиваться-то будешь? А я не знаю, не знаю, Митя, как выкручиваться. Не знаю, не представляю даже. Как муж на сковородке, наверное, как-то так. Знаю только, что сына отсюда заберу. А жена? Ты чего не спью, Злой? Ты завтра уедешь, я это сплюсь. А сейчас даже глаза страшно закрыть. Слушай, глупости. Я ненадолго на этот раз. Для тебя это может и глупости. Ты меня, наверное, больше не любишь, раз все время сбегаешь на свою эту войну. Ты чего? Чего ты? Опять соседка тебе уши продула. Я когда-нибудь этой Вальки Кудряшовой дверь досками забью десяткой, чтоб сидела и не сквозила. Спи давай, Злой. Подъем скоро. Я тебя буду ждать. И смотри мне там, не вздумай изменять. Я же люблю ее, Минь. По-настоящему люблю. Я без нее как цоколь без лампочки. Провода без напряжения, знаешь. Света нету. Потому что она мой свет. Ну, а матери пацана объясню все как-то по-человечески. Может поймет. Все, давай, поехали. Провода без напряжения. Поэт, блин. А если он нас не найдет? Да найдет, найдет. Куда он денется? А если он не будет нас искать, Джейм? А если ты будешь так кричать, тогда точно с гор спустятся местные отрубят нам кинжалами головы. Митя об этом прочитает, ему будет очень-очень стыдно. Успокойся, я обо всем позаботилась. И чтобы искал, и чтобы нашел. Может и не надо, чтобы он нашел. Это дадил с репортажа уехать отсюда. А он пусть живет, как жил раньше, спокойно. Все равно не сможем быть вместе. Мы слишком разные. Научатся жить без меня как-нибудь. А ты сможешь без него жить? Тогда ставь тарелки на стол. Итак, что там с Флайерти? Они должны были сегодня выехать. Нет, она вчера еще раз вышла на связь. И сказала, что ей нужно больше времени, чтобы завершить операцию. Она утверждает, что какие-то технические трудности. Ничего серьезного. Понятно, сколько ей нужно времени. Ждем от нее информации в ближайшее время. Хорошо, держите меня в курсе. Сейчас, сэр. Да, сэр. Раскопались фронт с оружием, а там вместо оружия 25 ящиков баночного пива. Басов говорит, это специально. Наших бойцов губить. Отравили, проверять, короче, надо. В общем, после семнадцатой банки, он же, падла, каждый ящик проверял. Ты понимаешь? В общем, мы его в вертушку на руках грузили. Пилоты подумали двухсотый, прикинь. И вот, что подумал, после вчерашнего ГБ и ХАП по-любому посты выстрелили. Сунемся туда на машине, нас тепленькими возьмут. Что ты предлагаешь? Видишь, он право. В общем, ныряй в него, он тебя прямо к дому и выведет. А через пару часов здесь встречаемся. Выправишься? Наверное. И это нитяя. Каждый сам кузнечик своего несчастья. Понял? Два часа. Эй, ты кого-то ищешь? То есть, откуда? Пойдем со мной. Бурубача. Они переехали, но предупредили с мало времени. Поехали. Далеко у меня два часа всего. Садись, успеем. А ну, стой-ка сапузой. Пусти, дядя. Иди сюда. Тихо, тихо. Кто это? Я не знаю. Не знаешь? Украл? Я не украл. Мне подарили. Кто подарил? Мне подарила американка. Я тебя так ждала. Ир, нам надо поговорить. Угу. 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 Анька! Господи! Не могу я без тебя. Да. Товарищ майор, мы следили за домом, в котором произошла перестрелка. Тут приходил советский курсант, его встретил мальчишка-афганец, который проводил его к машине, которая явно его ждала. Проследили? Нет, дальше проследить не удалось. Да он уехал на машине. А пацан? А пацана мы взяли. С курсантом еще кто-нибудь был? Нет. Скоро буду. Субтитры подогнал «Симон»